Всем привет! Компьютерные игры давно перестали быть уделом гиков. Сегодня в них играют все, а в производство вкладывают огромные деньги. Разработчики используют современные технологии, привлекают известных актеров, самых крутых сценаристов и композиторов, чтобы в итоге создать действительно качественный продукт. Ведь конкуренция на рынке действительно большая, и за покупателя приходится бороться. Но некоторые игры настолько ожидаемы, что их готовы любить еще до официального релиза. В сегодняшнем видео мы поговорим именно о них. Поехали! GTA 6 Пожалуй, GTA можно назвать одной из самых популярных игр последних лет и не ошибиться. Первая игра серии вышла в 1997 году, и с тех пор интерес к ней ни капли не уменьшился. Наверняка вы и без объяснения знаете, что именно происходит в GTA. Игрок действует за преступника, выполняет различные задания и миссии, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице преступного мира. What's up, homie? Серия GTA отличается еще и степенью свободы данной игроку. В отличие от большинства игр жанра экшен, которые представляют собой последовательный набор уровней с линейным прохождением, в GTA игрок самостоятельно выбирает, какие задания ему выполнять и в какой последовательности. В общем, почти как в жизни. GTA 5 появилась в 2013 году и произвела настоящий фурор. Она стала не только самой дорогостоящей по затратам на разработку и маркетинг игрой в истории, но и одной из самых популярных. На 2018 год ее собокупные продажи на всех платформах превысили 95 миллионов копий, уступая только Tetris и Minecraft. Само собой, после такого успеха все стали ждать продолжения. Уже известно, что работа над игрой идет, но любые подробности остаются на уровне слухов. К примеру, некоторые источники утверждают, что рабочее название GTA 6 — Project Americas. В игре будет две крупные карты, разделенные долгим экраном загрузки, а сама GTA 6 выйдет не раньше 2021 года. Возможно, в игре появится главный герой женского пола. Об этом шла речь еще в пятой части, но тогда от идеи отказались. Инсайдеры говорят, что действие GTA 6 почти наверняка не будет происходить в современном мире. А еще, если верить многочисленным слухам, в GTA 6 можно будет играть по обе стороны закона — и полицейским, и преступником. Что из всех этих слухов правда? Скоро узнаем. Cyberpunk 2077 Игра Cyberpunk 2077 является прямым продолжением, нет, не другой компьютерной, а настольной ролевой игры, самая первая версия которой, Cyberpunk 2013, была опубликована в 1988 году. В 2012 году польская студия CD Projekt Red, известная многим по играм The Witcher, объявила о переносе настолки в компьютерный мир. Действия видеоигры будут происходить в большом городе Night City, расположенном в штате Калифорния. Игрок будет иметь возможность играть за одного из трех предложенных персонажей, а также при желании можно будет изменять внешность и пол персонажа. После успеха третьего Ведьмака от игры действительно ожидают многого. Известно, что студия готовится продемонстрировать Cyberpunk 2077 на выставке E3 2019 в июне. Возможно, объявят и дату релиза. Star Wars Jedi Fallen Order Вселенная «Звездных войн» по-настоящему удивительна. Ведь она, кажется, сумела захватить все сферы жизни человека, не остались в стороне и компьютерные игры. Действие Star Wars Jedi Fallen Order происходит вскоре после событий фильма «Звездные войны» эпизод 3 «Месть ситхов». После объявленного императором Палпатином приказа 66, большинство джедаев было убито, а главный герой игры, молодой подобан по имени Кэл Кэстис, вынужден уйти в подполье и скрываться, спасая свою жизнь. Чтобы получился действительно качественный во всех смыслах продукт, разработчики сотрудничали с Disney и Lucasfilm, создавая новых персонажей и места, вплоть до целых планет. Игра будет выпущена 15 ноября 2019 года, за месяц и несколько дней до выхода на экраны фильма «Звездные войны», «Скайуокер», «Восход». Официальный анонс игры The Elder Scrolls VI состоялся 10 июня 2018 года. В этот день также был выпущен первый тизер-трейлер. Руководитель студии Тодд Говард сообщил, что игра находится на ранней стадии производства, а её релиз запланировали ориентировочно на 2024 год. Других подробностей об игре практически нет. Компания Bethesda пока что не раскрыла ни полного названия игры, ни названия провинции, в которой развернётся действие новой игры. Правда, сами разработчики, конечно, уже утвердили некоторые детали. Говорят, кое-какие намёки можно увидеть в тизере, но некоторые, наоборот, отправят фанатов по ложному следу. В общем, сплошные загадки. Но ясно одно — готовится нечто грандиозное. СТАЛКЕР 2 Серию игр СТАЛКЕР, первая из которых появилась в 2007 году, можно отметить за особенную атмосферу. Зона отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Аномалии, мутанты, изменённые биологические процессы. Конечно, появление СТАЛКЕРа 2 было только вопросом времени, но вскоре выяснилось, что этого времени надо было гораздо больше, чем показалось на первый взгляд. Изначальная игра была анонсирована 13 августа 2010-го, а выход планировался в 2012 году. Однако в декабре 2011 года работа над проектом была остановлена, а команда разработчиков распущена. Повторный анонс возобновления разработки игры произошёл 15 мая 2018 года, и, похоже, в этот раз у поклонников больше шансов дождаться релиза. Во всяком случае, разработчики на это активно намекают. Например, в марте 2019 года был обдавлён сайт игры. Теперь вместо заглушки с названием игры там появился арт к ней и загадочная музыкальная композиция, а также несколько ссылок. Death Stranding Совершенно новый продукт знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзимы привлёк внимание сразу же, как только был анонсирован в 2016 году. Death Stranding относится к жанру экшен с открытым миром и включает в себя мультиплеерные функции, но будет отличаться от всего, к чему привыкли игроки. Например, в случае смерти героя действие игры не возвращается к точке сохранения, как во многих других играх. Вместо этого персонаж попадёт в своеобразное чистилище — мир, опрокинутый вверх ногами и погружённый под воду. Игрок может обследовать это пространство с видом от первого лица, собирая различные предметы. Когда игровой персонаж возвращается из загробной жизни в мир живых, мир меняется с учётом его смерти. Вы встречали где-нибудь что-то подобное? И хотя Кодзима признался, что разработка Death Stranding немного отстаёт от графика, это только подогревает интерес публики. Да и все новости, которые касаются игры, только способствуют этому. К примеру, Норман Ридус, исполнитель роли главного героя Сэма, сказал, что игроки будут плакать во время прохождения. Assassin's Creed Kingdom Можно сколько угодно ругать французскую компанию Ubisoft за любовь к деньгам и косяки в играх, но оттого они не становятся менее популярными. И франшиза Assassin's Creed — не исключение. Первая игра серии вышла в 2007 году, последняя — Assassin's Creed Odyssey — в 2018 году. И интерес поклонников, похоже, не утихает. Согласно отчёту, опубликованному Ubisoft в сентябре 2016 года, совокупные продажи игр серии Assassin's Creed составили более 100 миллионов копий, и даже киноадаптация с Фастбендером не смогла навредить. Все с нетерпением ждут выхода каждой новой части и гадают, в какой исторической эпохе будут происходить действия игры. И после релиза Assassin's Creed Odyssey поклонники сразу же начали строить различные теории. Это будет Древний Китай или Вторая мировая война? Споры продолжались какое-то время, пока в игре The Division 2, также выпущенной Ubisoft, не обнаружили неожиданную пасхалку. Оказалось, что на одном из постеров изображён воин, одетый в очень уж узнаваемые цвета Assassin's Creed. И хотя у него нет капюшона или скрытого клинка, в руке этот неизвестный персонаж держит что-то круглое. Что-то очень похожее на яблоко Эдема. Один из артефактов, который упоминается в играх франшизы. На плакате также есть надпись «Вальхалла». Означает ли это, что следующая часть Assassin's Creed будет посвящена викингам? Скорее всего, да. The Last of Us, часть 2. Игра The Last of Us была эксклюзивно издана для консоли PlayStation 3 в 2013 году. Тематика постапокалипсиса была и остаётся очень популярной, потому игра получила высочайшие оценки критиков и множество наград «Игра года» от различных изданий. Добавьте сюда коммерческий успех. В первую неделю продаж было продано свыше 1 миллиона 300 тысяч копий игры. И к апрелю 2018 года совокупные продажи всех изданий игры превысили 17 миллионов копий. В общем, всё говорило о том, что продолжение просто обязано появиться. И хотя долгое время после релиза оригинальной части игры не было определённости, занимается ли студия второй частью, 3 декабря 2016 года состоялся официальный анонс на выставке PlayStation Experience. На сегодняшний день известно, что события второй части будут разворачиваться через 5 лет после событий оригинала. Игроков ждёт совершенно иная история, сконцентрированная вокруг ненависти и мести. Главной героиней второй части станет уже не Джоэл, а Элли. Вторая часть отличается от первой не только тематикой, но и изменённым и доработанным игровым процессом. The Last of Us 2 сделает ещё большую ставку на стелс, чем первая. Например, героиня сможет прятаться в траве, кустах, в расщилинах между домами, под машинами и так далее. Однако в зависимости от ряда факторов, враги всё равно могут её заметить. В этом им поможет улучшенный искусственный интеллект. В общем, будет интересно. И несмотря на то, что неизвестна даже дата релиза, The Last of Us 2 уже получила несколько наград, как самая ожидаемая игра. Half-Life 3 Конечно, когда речь заходит о самых ожидаемых играх, просто невозможно обойти вниманием Half-Life 3. Вторая часть этой легендарной игры увидела свет ещё в 2004 году, и с тех пор фанаты серии ожидают продолжения. Неудивительно, ведь Half-Life 2 получила высочайшие оценки разных крутых изданий. Помимо этого, игра собрала множество наград и более 45 титулов игра года 2004. По данным на 2008 год, Half-Life 2 была продана в количестве более 6,5 миллионов. И это не учитывая продажи через сервис Steam. Согласитесь, такие показатели кое о чём говорят. Всё это просто обязывало создателей выпустить полноценное продолжение. Но поклонники не получили ничего особенного, кроме небольших дополнений. В итоге последняя игра по франшизе Half-Life от компании Valve вышла 10 октября 2007 года. А потом — тишина. Продолжение не последовало, и история физико-теоретика Гордона Фримена оборвалась. И как поклонники игры не надеялись, долгие годы Valve Corporation сохраняли молчание. То есть вроде бы продолжение будет, но когда и насколько эта информация достоверна, никто не знал. До сих пор фанаты Half-Life надеются и строят разные конспирологические теории. А некоторые даже решили взять дело в свои руки. Разработчики инди-студии Keep Away From Fire решили не ограничиваться одними надеждами и начали делать свою версию Half-Life 3. Называется она «Бориэл Алиф». События будут происходить преимущественно в Антарктиде на научно-исследовательском корабле «Борей». В качестве основы для сюжета было взято открытое письмо Марка Лейдлоу, бывшего сценариста предыдущих частей, в котором он в забуалированной форме изложил содержание черновика сценария третьего эпизода. Псс, дружище, хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на тех зон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!